здравствуйте друзья пятница не работница пятница 30 июня вечер где-нибудь эдак почти 8 часов вечера и еду я на работу вы скажете миша а чтобы тебе днем не поработать отвечу днем я тоже без дела не сидел но мне нужно в офис поехать почему в офис потому что там есть почтовый ящик и еще потому что у нас 4 июля на носу 4 июля будет вторник завтра мы его отмечаем на даче вот мы сейчас поедем на дачу будем там завтра гостей встречать все отмечать все заснимем все покажем не сомневайтесь и воскресенье мы там побудем наверно и дальше вопрос такой что приезжать ли в понедельник только на один день а может и приедем а может и не приедем и кто его знает на всяком случае документы которые приходят на людей все эти грин карты там номера соцстрахования вы не представляете как они волнуются они мне пишут письма и говорят а где мое они пришло ли еще а бывает такое знаете задерживается немножко вот там обычно за неделю приходит номер соцстрахования а тут вот допустим уже десять дней как человек страну въехал а он не приходит и вот каждый день он спрашивает сегодня не было ай-яй-яй сори сори я туда-сюда там а вот на следующий а сегодня тоже не тоже не было сегодня и я чувствую себя как значит уже но обязанным что ли надо как бы важное дело там если сегодня пришло то я сегодня скажу есть сегодня есть и брошу в почтовый ящик но уже не в тот который у нас там в офисе потому что в офисе его в лучшем случае в понедельник заберут почтальон приходит и там забирать а если уже сегодня я сейчас приеду и что-то будет я тогда возьму конверт с собой и по дороге домой брошу в почтовый ящик я уже знаю тут по дороге все почтовые ящики это в этом есть какая-то знаете прикольная штучка значит вот какое-то общение такое совершенно незнакомыми как правило людьми сначала они пишут можно я буду пользоваться вашим ящиком потом они говорят ой вы знаете прошел интервью у меня спросили знаю ли этого человека знаю ли я что он за это деньги берет спрашивать его там ну там такие разговоры потом он пересекает и говорит ой я границу пересек и на сказать что большинство из них пересекая границу не присылают конверт чтобы я мог сразу в него положить и отправить они ждут когда придет что-то и вот когда что-то придет и запада пришло а не пришло вот он каждый день спрашивает спрашивает и когда она приходит говорит ну пойду теперь брошу значит в ящик конверт они могли бы вы мне открыть конверт номером социального страхования сосканировать картинку и отправить мне значит там ну конечно можем чего там я поскольку переписка вся в скайпе там это очень удобно делается тут же прямо в качестве приложения к нашему беседе сотовым телефоном на своей мобилой своей значит сфотографировал кнопочку нажал она ушла вот наверно можно и в других приложениях но я как-то поскольку у нас с ними переписка в основном идет в скайпе я уж так приноровился быстро-быстро щелкаю там этих номера отправляют ой господи это мне немножко напоминает как вот мы приезжали и как все это волнительно было на всех этапах до того как приехал потом каждый день после того как приехал и не знаешь как то и не знаешь как это и все такое в новинку и ужас какой-то бесконечно сейчас народ более подготовленный в основном то есть у них есть какие-то кредитные карты могут быть но как правило как правило есть то есть на просто он сколько там них денег но во всяком случае здесь кредитки они привыкли как как правило все водить автомобиль то есть в основном там спроса с правами с водительскими что еще они конечно сейчас лучше знают английский чем когда мы например приезжали но те кто по лотереи те кто сорвался с места и там через мексику жмет я уж не знаю там по-разному бывает но все-таки те кто приезжая сейчас так как бы официально по прямым каналам они лучше знают язык чем например знали язык те кто в наше время 30 лет назад пришел по беженской иммиграции вот сейчас народ лучше подготовлен но другой стороны сейчас стало так много такого знаете так много соотечественников вокруг так много бизнесов где можно работать в общем-то и магазинов очень много и там допустим какие-то строительные там подрядчики и просто офисная работа если вы можете выполнять офисную работу тоже полно есть там страховые агенты и real estate брокеры и там кто угодно много 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 раз вот в конце концов есть с чьими детками посидеть понимаете вот когда есть много 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 там программистов которые там внук разные кто по рабочим визам кто там по еще каким но вот там скажем муж жена работают хорошую деньгу зашибают а у них дети кто-то должен с ними посидеть а с пожилым человеком который сам не справляется кто-то должен посидеть эти то есть образовался такой большой такой мощный серьезный рынок конечно этот рынок не выдерживает такого наплыва как сейчас вот в связи с войной в украине в связи с потоком беженцев но не беженок просителей политического убежища так назовем из российской федерации которые через мексику идут там десятками тысяч конечно тут рынок на такое не не способен чтобы все это переварить в таких количествах нет но когда такая более-менее нормальная такая вялотекущая эмиграция то вполне хватало очень даже нормально вот так что а у нас вот праздник день независимости большой день все празднуют флаги вывешивают и у нас в в санта-круз на даче мы каждый год отмечаем в прошлый год уже решив что мы все такие привитые и такие в общем но прошла типа пандемия туда-сюда вот мы собрались и поймали коронавирус со светланой стоять вот только мы я даже не понял это произошло во время этой партии или это мы столиком гуляли там с кем-то на улице потрепались я не знаю у меня нет ответ на этот вопрос мы же не ехали в автобусе мы ехали в нашем автомобиле то есть где где мы могли оба оба понимаете но тем не менее вот после этой партии поймали мы коронавирус так что мы со светой мечены этим всем хозяйством ну слава богу уже прививки были уже там вирус ослаб и все такое как проходит как грипп но в общем ничего хорошего там нет я постоянно кстати слышу какие-то истории вот как где-то там кто-то чего-то бак раз и умер там два дня и умер степы с того же самого коронавируса вот прямо сейчас то есть тоже такие случаи бывают но это моя грустно а так я говорю что мы каждый год каждый год собираемся и встречаем день независимости у нас на даче и хоть мы со светой и на диете и я даже не вот как бы установил рекорд веса новые сегодня у меня было 82 и 8 десятых килограмма 82 и 8 ну так ничего но вот я могу сказать что а год назад в это время было 96 и 6 то есть считай что это 14 минус 14 кило вот из них килограмм 56 ушли с августа когда мне стали лекарства давать аземпик называется килограмм 6 ушло с сентября там по март а вот с марта по сейчас по конец июня внутри месяца ровно три месяца за ровно три месяца с девяносто одного с половиной до восемьдесят два с половиной девять кило так вот девять кило и я к чему рассказываю что праздник же люди приходят но я может пиво пить не буду но бокал красного у меня официально разрешен и кроме того там конечно покушать там у нас и с собой будет там изготовим и гости тоже обычно чуть приносит ну значит мы по чуть-чуть друзья знаете как скажи наркотикам иногда вот так что мы вот редкие случаи когда мы себе немножко позволим но когда ты себе позволяешь важно две вещи первое не злоупотребить второе не делать это больше чем один раз потому что один раз организм гайда это там случайность я не обращаю внимание когда гриж 2 он говорит о похоже на закономерность и начинает плохо себя вести уже за вот с двух раз которые достаточно близко друг другого времени начинается уже неприятность поэтому поэтому надо аккуратно то есть нарушая соблюдай вот так мы скажем и вот вы видите друзья 8 часов 5 минут а светло как днем это может сказать самые длинные денечки в году прям сейчас вот наше здание золотое голубое люди смотри машины стоят тут что-то народ не расходится вот что значит друзья шелчат трудовой энтузиазм я специально камеру справорил чтобы она на улицу смотрела думаю темно будет но раз такое дело я на себя поверну пожалуйста вот ваш блогер шмогер не знаю что вы там видите сейчас вот камеру посажу на ручку и пойду вынимать из ящика если в ящике что-то будет я вам расскажу счастливо